Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! После рабочего дня, последнего перед праздниками, решила зайти в Зару. Вместе с вами посмотреть, что там есть интересного, потому что там могут быть очень хорошие скидки. Пойдемте вместе, посмотрим! У нас уже было Рождество, Крисмас, но украшения еще остались. Сейчас во многих магазинах скидки. И, честно говоря, я настолько занята была, работала, что мне просто нехватно даже было посмотреть, где что на скидках. Но вот сегодня есть немного времени, решила зайти в Зару. Вот это Мол в Гринхилсе. Кстати, в этом магазине хотела вам показать совершенно необыкновенные комнатные растения. Фикус лирата натуральный. Посмотрите, какая красота! Они сделали декоративные камушки, как будто искусственные, в таком хорошем состоянии. Еще один фикус лирата, пальма. И мне очень у них нравится, как у них сделаны вот эти камушки. Видите, какие красивые! Очень красиво! В каком состоянии? Какие живые, ухоженные растения? Вот это райская птица. Некоторые, может быть, не согласятся со мной в названиях, потому что я выпускала видео про комнатные растения. Многие писали, вы неправильно называете. Но, друзья мои, дело в том, что есть много названий. Я называю растения так, как здесь принято их называть в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, может быть, мы с вами говорим об одном и том же растении, просто разные названия. Очень много народа в Моле. У меня такое чувство, что никто уже давно не работает. Одни мы, работники госпиталя, работаем. А так люди уже все, по-моему, отдыхают, кроме нас. Ну что, Зара, пойдемте посмотрим. О, сколько там уже народу. Везде скидки, я смотрю, лейблы. Посмотрите. Вот такая юбочка за 35 долларов. Я, честно говоря, ее вообще не видела в Заре. Ну, не знаю, может быть, они из Закраму вытащили. Было 50 долларов. Здесь столько народу, охотниц за привидениями. Вот есть такая юбка тоже, посмотрите. 35 долларов, была 45. Я ее тоже не видела, кстати. Вот такие яркие свитера. Смотрите, какой оранжевый, яркий. Сочи, здесь женщина прямо меня буквально вытесняет. И вот такой свитер. У меня такое впечатление, что вот эти все вещи вытащили из-за кромок. Может быть, за весь год. Потому что я их не видела недавно в Заре. Это абсолютно новые вещи. Я, в общем-то, делала в последнее время практически регулярно видео. Я всех этих вещей не видела. Так что приходите, посмотрите. Кто живет в Нэшвилле, Теннесси, США. Гринхиллс Моу. Вот тут много чего нового. Вот эту кофточку мы с вами уже видели в Заре. Провокационная, такая интересная. Вся спина открыта. А впереди она закрыта. Сейчас была 50 долларов, сейчас 35. Весь похожая черная. Фактически такая же, только спина у нее закрытая. Тоже со скидкой. Вот, пожалуйста. Я как-то снимала тоже такой пиджачок. Такого рода. А сейчас вот брюки за 130 долларов. Ну, если вы меня спросите, это не в моем вкусе. Широкие, с такими украшениями яркими. Но кому-то может нравиться. Посмотрите. Вот так. Это явно не по сезону. То есть это, может быть, из летней коллекции платье вытащили. Уценили. За 36 долларов. Было 6 дяд. Вот такого типа. Кому нравится. Как платье-рубаха. Вот такое белое платье, как атласное. На очень миниатюрную девушку, женщину. Медиум размер. За 36 долларов. Видите? Вот если вы меня спросите, что это за платье за 36 долларов. Вот что хотите, говорите. Мне кажется, это 100 летний назад коллекция. Я даже такого не видела. Я бы его и бесплатно не одела бы. Но, может быть, у вас другое мнение. Напишите, что вы думаете. А вот такие жилетки мне очень нравятся. Очень симпатичные. С напылением. Сейчас видно, модно такие напыления. Серебристые, золотистые. Вот. И они за 36 долларов. Кому подходят, очень симпатичные. Тоже такие красные пиджаки. Пиджачки. За 60 долларов. Было за 90. Ну, я еще раз говорю. У меня такое чувство, что эта коллекция уже многолетняя. Из, может быть, 10 лет назад. Посмотрите, какая курточка в заре за 60 долларов. Как будто овечка. Такая мягенькая, хорошенькая. Симпатичная, с капюшоном. Пиджак с золотыми пуговицами. Но это, можно сказать, один из постоянных пиджачков в заре. Кстати, он великолепно сидит. Я такой себе покупала. Как-то. Прекрасно сидит этот пиджак. И сейчас стоит 90 долларов. Вот такой, как пальто, пиджак. Между прочим, неплохо смотрится. Как будто идет такой фасон. Кому подходит. 130 долларов. Написано с шерстью. Какой процент шерсти, надо, конечно, посмотреть на подкладке. Но смотрится очень-очень симпатично. Очень симпатично смотрится. Сейчас я даже посмотрю для вас, какой процент здесь шерсти. Если найду. Не вижу. Кстати, очень симпатичная вот такая кофточка. Очень мягкая. Приятные пуговички. Стоит она 50 долларов. Не очень длинная, но не слишком короткая. Очень даже симпатичная. И плотный жакет такой. Мне нравится. Вы посмотрите на это. Жакет-пальто. За 100 долларов. Ну вот, не знаю. Не поймите меня правильно. Я очень люблю Зары. Но мне такое чувство, что они убрали все хорошие вещи. А все, что у них было барахло, за год накопилось, они вытащили и продают. Хотя это неплохо. Смотрите, если очень худая девушка. Не знаю, это пиджак или рубашка. Что это такое? Стоит 90 долларов. Но совсем тонкая, как рубашка. Без подкладки. Но скроена по типу пиджака. Посмотрите, сколько здесь народу. Как будто конец света наступил. А вот это мне нравится. Безрукавка. Такое, как теплое пальто. Без рукавов. Сейчас вообще модно без рукавов. Но это точно не для северных стран. 50 долларов скидка. И очень даже симпатичная. Экстра смолоразмер. Но, наверное, есть больше. Кофейный цвет. Кофе с молоком. Есть такие юбочки за 50 долларов. Ну, вот эту серию мы уже не раз видели в Заре. Видите, как они сделаны? Как будто бы тюль здесь. Ну, так выглядит, по крайней мере. И бордово-коричневые нашитые украшения. Вот еще такие платья в Заре. Посмотрите. Я ни разу их, честно говоря, не видела. 60 долларов. Вот кому нравится, пожалуйста. С длинным рукавом, кстати, оно может неплохо сесть. Оно достаточно интересное, это платье. Очень даже. Кстати, это платье мы с вами уже видели. Я показывала и шульцы, и показывала видео. Оно мне очень нравится. По крайней мере, не знаю, как оно садится. Но смотрится оно очень красиво. Красивое платье. И сейчас оно на скидке. Может быть, кто положил на него глаз и не купил. И стоит оно 100 долларов. Видите, как? На подкладке. Вот это платье я тоже показывала в шортах и видео. И мнения разошлись. Одни говорили, что оно невероятно красиво. Другие критиковали. Ну, в общем, сейчас оно по скидке за 100 долларов. Кому интересно, кстати, я думала его примерить. Надо посмотреть. Интересно, как оно вообще сидит. Кстати, вот такие рубашки за 60 долларов. Неплохо сделаны. Они как будто бы шелковые, свободный покрой. Но, в общем-то, приятные. С кармашком. Такой воротничок. Небольшой, как будто стойкой. И вот сзади вот так. Симпатичные. Я считаю, вот это водолазка тоже оригинальное. Посмотрите, как. Водолазка, но как будто из шелковистой ткани. Интересно сделанная. За 60 долларов. Мне нравится. Что-то в ней, конечно, есть. Это размер экстрасмол, правда. Не для всех подойдет. Красивая блузка за 60 долларов. Посмотрите, какая на ней... Ну, это не вышивка. Это как аппликация. И цвет у нее очень приятный. Очень приятный. Как атласная блузка. Не приталенная, конечно. В зоре мало что приталивается. Но очень красивая. Кому подходит такой фасон, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, вот тоже вещь. Вещь. Не знаю, как это назвать. За 30 долларов. Это я вот... Даже не представляю, как в этом выйти. То есть это, наверное, под пиджак, может быть, одевается. Как вы думаете, что это? Обратила внимание. Симпатичная кофточка. Очень-очень мягкая. Такое впечатление... Ну, это, наверное, акрил. Но она такая приятная-приятная. А потом я увидела вот этот вырез и подумала, что ее наверняка надо одевать на топ. А помните, вот такие были блузы с юбками плессированными? Это осенний был вариант. И сейчас на нее скидка 30 долларов. Ну, вот medium size есть. Они немножечко маломерки. Кому интересно. И среди всей этой зимней одежды увидела такое летнее прилетнее платье. Видите, внизу такой валан. Ой, вся спина открыта. Ну, просто бомба, а не платье. Посмотрите, какое красивое. Кому подойдет, это будет вообще потрясающе. И стоит такое платье 60 долларов. Кстати, уже снимала видео, показывала вот такой пиджак. Сейчас он 70 долларов. Был 100 долларов. Кстати, как ты его мерила? Садится хорошо. Кого интересует, приходите. Очень хорошо садится. Такой пиджак. Из букли. Хотела вам показать такой пиджак. Но я честно вам скажу. Я изначале посмотрела на рисунок, а потом посмотрела вот на эти пуговицы. Неужели не нашлось ни одной пуговицы красивой? Со скидкой 60 долларов. Вот такая курточка за 60 долларов. Сейчас такие модные. Кстати, неплохая расцветка. Кому нравится, она укороченная. Накладные карманы. Рукава реглан. Ну, вот так сделано. За 30 долларов кофточка. Вот с такими нашитыми украшениями. Кому нравится, несколько укороченная. Выглядит теплый. Ну, понятно, что это искусственная ткань. Размер смол. Вот это будди. Не знаю, на кого она налезет. Даже если сильно растянуться. Но если вдруг на кого-то она может налезть, написано M. Мидиум. 26 долларов. Такие рубашки тоже. Они, по-моему, еще с летнего сезона. За 26 долларов. Ален. Красивый цвет. Мне нравится. Но фасон просто немой. Если кому-то подойдет, обратите внимание. Вот такие брючки тоже летний вариант. За 26 долларов. По-моему, льняные. Неплохо смотрятся. Но размер экстра смол. Вот они такие. Расширенные к низу. То, что сейчас модно, по крайней мере. Смотрите, какая кофточка. Мне напоминает Барби. Не знаю, на кого подойдет. Она такая малюсенькая. Но такая хорошенькая. Просто вот посмотреть на нее приятно. Вот для маленькой кого-то вот девочки. Она, наверное, была бы очень-очень красива. Хотя размер смол. То есть для маленькой женщины. Хотя по размеру, по-моему, для маленькой девочки. Так. Вот еще такая кофточка. Вот я сначала думала, что это юбка. Потом увидела. Нет. Это кофта. Тоже вот смол и размер. Посмотрите, какая она своеобразная. Идем в следующий зал. Кстати, очень много сегодня мужчин тоже. Может, они просто своих дам сопровождают. Вот такие юбки за 80 долларов. Ну, прямо такие жесткие-прежесткие, я вам скажу. Но смотрится красиво, празднично. Сзади разрез. Достаточно высокий разрез. Вот такие юбки уже показывала вам, наверное, несколько недель назад. Сейчас они стоят 80 долларов. Красивая юбка. Такая плотненькая. Кому подходит, надо подумать, подо что ее одеть. А вот это платье, которое я тоже раскритиковала. А мне некоторые писали. Вы знаете, что стоят эти украшения нашить? Это действительно произведение искусства. Ну, я не спорю. Может быть. В общем, это платье сейчас стоит 36 долларов. Размер medium. Вот я одно его вижу. А стоило оно 60 долларов. Ну, вот оно. Между прочим, мини-юбочка очень-очень лаконичная. Кто одевает мини-юбки, по-моему, хорошо смотрится. Посмотрите. Очень даже красиво. А вот это пальто я не видела в Заре. 80 долларов. Стоило 140. Знаете, как такое баллоневое пальто. Правда, внутри оно блестит красиво. Лучше бы это снаружи сделала, если вы меня спросите. Вот такое. Вот как наше баллоневое с поясом. Это платье тоже мы видели. 80 долларов. Стоило 129. Очень красивый горчичный цвет. Кстати, вот это платье тоже очень нравится. Красивое оно как бархатное за 80 долларов. Вообще красиво смотрится. Оно даже переливается. Смотрите, как. Я считаю, как выходной вариант. Очень даже симпатичное платье. Вот такое. А это платье-халат за 80 долларов. Я, честно говоря, его такого не видела. И его не видела. Ну вот, снизу надо что-то надевать. Потому что слишком большой вырез. Однозначно. Как шок или атлас. Обратите внимание на эту сумку. Видите, какая сумка. То есть там есть внутри кошелек. Сколько стоит она? 70 долларов, между прочим, друзья. Вот так вот. А вы думаете, за дырки тоже надо платить за такие? Очень понравилась эта укороченная куртка. У нее совершенно необыкновенный светло-светло-фисташковый цвет. Ну вот обычная куртка. Такая плотная, наверное, как пуховидка с капюшоном. И она как будто немножечко даже уплотненная снаружи. И очень понравилась стильная молния. Вот кому такие куртки нужны, пожалуйста, приходите. Мне она очень понравилась. И стоит она 90 долларов. Тоже такая курточка. Вот что в ней особенного? Но в ней что-то есть. Знаете, вот сочетание этого цвета с жемчужинками. Она очень приятная на ощупь. Она укороченная. Кому подходит, пожалуйста, обратите на нее внимание. Сейчас я пытаюсь... А-а-а, друзья мои. Это же... А-а-а. Ну-ну-ну-ну. Это еще, подождите, это продолжение. Она очень интересная. 50 долларов. Посмотрите, там какая спина открытая, красивая. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень красивая. А вы представьте, что вы белый мишка. Ой, какая. Ой, она толстенькая, толстенькая. Очень мягкая. Очень. За 90 долларов. Укороченная. Но ее, вы знаете, потрогать уже одно удовольствие. Просто чудо из чудес. А что может стоить Заре 12 долларов? Я уже не знаю, откуда они достали это платье. Но вот, например, такое платье. Цвет очень красивый. Затем вот такая кофточка. Затем я вот что-то интересное. Но черные маечки. Вот такая кофточка. Тоже вариант с ангелочками. У-у-у. Вот эта кофточка. Вот такие кофточки. Широкие, укороченные. Вот такие плечи. Как игрок в американский футбол. Вот. Ну вот. Это стоит 12 долларов в Заре. Ну, 13. А вот эти куртки. Такое впечатление, как будто куртки сделали пирсинг. Посмотрите, точно как пирсинг смотрится. Вот вы меня извините, но у меня такие впечатления. 20 долларов. Джинсовая куртка. Ну, в общем, что там есть, конечно. Кому такой подходит фасон и нравится, пожалуйста, в Заре можете купить. Посмотрите, какая курта за 46 долларов. Она мне напоминает елку, которую нарядили игрушками. Еще раз, я не говорю, что она некрасивая. Она красивая по-своему. Но если кому-то подходит такая модель, что-то в ней, конечно, есть. Всегда интересно, что люди примеряют, смотрят. Вот, знаете, вот примерно так. Женщина, помните, пиджак такой, немного змеиный? Видите, она его взяла. Мне понравился. Интересные платья за 40 долларов. Очень оригинальные. Напоминает мне фильм «Коррис Ганн». Помните Дженни? Не напоминает именно этот фильм. А вообще красиво платье, что-то в ней есть. Опять я в закруднении пытаюсь понять, что это. Это юбка или это булочка. То есть я не вижу признаков рукавов, никаких. Вот как вы думаете, что это может быть? Как цельпанчиком сделаны. Судя по ажиотажу, я бы подумала, что здесь что-то совершенно уникальное выставлено. Такая зеленая маечка за 20 долларов. Расцветка хорошая, но мне не нравится вот эта надпись впереди как-то. Ой, еще и сзади тут слишком много. Будьте, ходячий рекламный музей не хочу. В общем, неплохая юбка. Мне очень нравится сочетание коричневого и бирозы. И стоит она 20 долларов. Вот надо знать, чем ее надеяться. А так смотрится красиво. Вы знаете, увидела это платье. Написано размер смол. Я не знаю ни одной девушки такого размера. То есть я вот, я не знаю, вам, конечно, не видно. Вот то, что я вижу, то есть это просто вот, вот так, моя ладонь. А вот на эти брюки цена скатилась аж до 15 долларов. Они, по-моему, долларов 50 стоили, что ли. Ну, правда, только два размера. Medium и Extra Extra Life. Совершенно необыкновенная ковточка в зале. Посмотрите, какая красивая. Я же не знаю, кто ее мог бы одеть, как и куда. Но смотрится за 40 долларов. Такая нежная. Такая красивая и приятная работа. Просто прелесть. Посмотрите, какое красивое платье. Прямо пламя. Как будто шелк. Очень интересное платье, конечно. Размер medium. По-моему, красиво смотрится. Смотрите, какой оригинальный топ. Ну, очень интересный. Мне очень нравится. Кому подойдет, стоит 30 долларов. Очень красивый-красивый смол размер. Смотрите, какое напыление. В общем, друзья, еле выбралась из Зары. Здесь уже что творится. То есть, что хотела примерить, даже примерять не стало. Столько народу. Вот. И... Ну, в общем, вот так. Если вы меня спросите, я не думаю, что здесь много стоящих вещей будет сегодня. Хотя и скидки. А я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю здоровья, счастья, мира, добра. Пусть ваши семьи будут в безопасности. Пусть исполнятся все ваши самые лучшие желания. С вами была Илона. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне приятно. И для меня это большая поддержка от вас. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok